Примерно так, это не точно, конечно, не красотка. Примерно так выглядят собачки, хранилия камень. Начнем. Ну и давайте разбираться, что у него в темпах. Во-первых, глазницы давайте я сразу раздробую. То есть в этом углублении находится в глазной яблоке. Так, теперь давайте разбираться, есть ли здесь какие-нибудь знакомые для вас детали. Во-первых, давайте поставим номера. Номер 1, это что за осточка? Это носовая. Носовая, правильно. Номер 2. Ну-ну-ну, предвертная челюстная. Номер 3. Двертная челюстная. Двертная челюстная. Номер 4. Слезная. Слезная. Совершенно верно. Номер 5. Смотри. Ближе к краю черепа глазницы. И начинается от этой точки от росток, который живет сюда. Не, не, не. Это сочное. А вот это? А глазницы в сторону края черепа. На древнем черепе. Какая гость идет? Лобная. Лобная. Лобная идет к середине черепа. Словая? Словая. Конечно. Номер 5. Словая кость. От нее поднялся от росток, который соединяется с от росток вот этой кости. Номер 6. Височная кость. Височная кость. Номер 7. Кость, стоящая между глазницами. Между глазницами. Номер 7. Лобная. Лобная. Лобовая атака бывает. А кости называются лобная кость. Хорошо. Номер 8. Теменная. Теменная. Совершенно верно. И последняя, которая видна снаружи. Номер 9. Височная. Ну, ну, ну. Затылочная. 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 Совершенно верно. Вот мы с вами вспомнили все основные кости, из которых слагаются верхняя и боковая, да и задняя. Потому что сзади мы будем... Если я череп развернул, смотрю на него сзади. Какую картинку я вижу. Примерно вот такую. Вот. Вот это отверстие. Вот это, наоборот, два выступа. Слева и справа от отверстия. А вот так вот идет шок. Соединяющие ходят друг с другом. Ну, давайте смотреть. Смотрю на череп сзади. Да? Вот это. Какие две точки? Две теменные, конечно, будут они. Левая, правая, теменная. Кстати, в Санкт-Петербурге они образуют такой выступ. Вот он идет, да? Называться он будет сагитальный гребень. Кто-то гадался. У каких животных особенно хорошо ражит вот этот гребень, идущий по темене дальше, если это так? Ну, который хорошо ражит челюсть. Челюстная мускулатура, разумеется. Именно сюда будет крепиться жевательная мускулатура, которая будет заставлять захлопываться нижнюю челюсть. То есть, чем сильнее животное должно кусаться, чем сильнее может работать нижняя челюсть, тем больше должна быть площадка для крепления этих мышц. Соответственно, боли развиваются сагитальный гребень. Хорошо. Вот так. А вот это что за отверстие? Затылочная. Затылочная. То есть, левая, правая, затылочная. Значит, между ними вот это что за отверстие? Для работы спинного мозга. Большое затылочное отверстие челюсти. Через это отверстие спинной мозг соединяется с головной. А хорошо. А вот эти вот два отростка. Они, кстати, неплохо видны сбоку. Они будут выглядеть как два таких мышц. Вот они. А это затылочные мышчутки. Так. Два валика, которые образуют суставы. С какой косочкой? Какая косочка вот здесь идет? Первая позвонок. Как вам? Так. Значит, это система подвижного крепления головы к позвоночнику. Затылочные мышчутки. Выступы, образующие вот такую вставную поверхность. Голова может кивать. Отпускаточки поднимаются вперед. Вверх-вниз. Относительно первого мозга. Хорошо. Разобрались. Ну, пытается-ка я отойду. Смотрю в состояние. О-о-о. У меня получился такой Канис Сапиенс. Разумная собака. В чем дело? Когда работаешь рядом с доской, сложно оценить пропорции. На самом деле, у любого черепа реальные псины. Какой отдел будет крупнее, а какой помельче. Челесной. Челесной покрупнее, а мозговой помельче. Но, как это ни странно, если убрать вот эту линию, да, картинка оказывается более-менее похожа на череп самых крупных волков. А крупные волки в какой-нибудь части земного шара будут водиться? Все. Ну, волки – это животное, которое в очень широкой полосе местности, от Казахстана до Олеговитого океана, и не только в Европе и Абазии, но и в Америке. Они во многих местах ходят. Вот где самое главное? В Абазии. Ага, ребята, здесь ведь математика играет в свою роль. Для тех, кто ходит ко мне на курс живой или неживой, мы такие задачки уже решаем. Давайте сравним волку, который живет, значит, где-нибудь в средней полосе, и волка, который живет, допустим, на полуострове Таймыр. Где условия более суровые? На Таймыре. На Таймыре во много раз более суровые. Так вот. Значит, сильнейшие ветра, сильнейшие морозы. Отлично. Да? Я, кажется, знаю где. Потому что там, на севере, больше. Потому что, если у тебя тело маленькое, то его сложнее прогревать. А почему? Потому что на каждый кусочек шкуры у тебя, если животное больше, тратится, ну, на меньшее количество. На каждую клетку шерсти тратится меньшее количество. Не в клетках шерсти, тем более, что в шерсти нет ни одной живой клетки. Да, понял? Тепло. Потому что, если у тебя много жира, то у тебя лучше меньше тепло. А, вы считаете, что просто Таймырские волки более жирные? Да. И еще греется, чем пластик греет. Так, тихо-тихо, пожалуйста, Получик. И еще лучше. Давайте, Получик. Жир греет, да? Ну, просто тепло сохраняется. Так сохраняет или греет? Сохраняет. Сохраняет. Хорошо хотя бы так. Дело не в жизни было, в данном случае, Коль. На каждый кусочек объема, маленький кусочек шкафа. Да, разумеется. Для тех, кто хотя бы немножко разбирается в математике. Так, в частности, в геометрии. Давайте решим простейшую задачу. Вот у нас есть два кубика. На самом деле, лучше, конечно, три братья. Два. Потому что совсем показательно будет. Ну, а вот этот совсем здоровый куб, у меня даже, он, видите, в размер ташки не будет, да? Такой здоровый. Предположим, что грань, то есть вот это расстояние, у этого кубика один сантиметр, у этого кубика десять сантиметров, а вот этого сто сантиметров. Предположим. Посчитайте, пожалуйста, какой объем этого кубика. Один что? Один сантиметр кубический. А площадь поверхности у него? Шесть. Шесть чего? Сантиметров квадратно. Квадратно. Площадь поверхности шесть сантиметров квадратно. Берем вот этот кубик. Объем. Тысяча. Тысяча чего? Тысяча сантиметров кубичных. Площадь поверхности шестьсот. 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 Шестьсот сантиметров квадратно. Теперь берем вот этот объем. Миллион сантиметров кубических. Площадь поверхности 60 тысяч сантиметров квадратных. Посмотрим, что происходит при увеличении размера тела. Попробуем рассчитать, какая часть поверхности тела приходится на каждую единицу объема, на каждый кубический сантиметр этого тела. Если тело маленькое, то на каждый сантиметр кубический приходится 6 сантиметров квадратных. Согласны? Увеличиваем тело, вот у этого тела. На каждый сантиметр кубический сколько придется площадь поверхности? 0,6. Итак, в втором случае, на каждый сантиметр кубический 0,6 сантиметров квадратных. Третий случай. 6 сантиметров. В результате, при увеличении линейных размеров тела, на что начинается? Все меньше участки поверхности тела приходится на каждую единицу объема. Почему это важнейшая в биологии закономерность? Скажите, пожалуйста, оттепло вырабатывается каждая единица поверхности вашего тела или каждая единица объема вашего тела? Объема. Объема, каждая клетка. Согласна. А улетучивается в окружающий космос через единицу объема или через единицу поверхности? Через единицу поверхности. Берем два тела. Одно маленькое, а другое большое. Вопрос. Какое будет быстрее терять тепло? Маленькое. Не потому, что оно маленькое и слабое, а потому, что так устроено соотношение площади поверхности объема. Отсюда исходя вопрос. Берем слона и берем мышь. Скажите, пожалуйста, на каждый грамм тела, в расчете на каждый грамм тела, кому надо есть больше? Слону или мышь? Мыши. Мыши. Причем в тысячи раз больше. Почему? У нее отвратительно устроена система сохранения тепла. Так? Она через свою поверхность тела теряет почти все тепло. А у слона будет обратная проблема очень частая. Как избавиться от слишком высокой внутренней температуры? Надо пить. Надо пить? Это мне очень поможет. Холодно. Какого размера уши у слона? Хорошо. Отгадайте, зачем? Он ими обмахивается. Нет, тоже поверхность. А вы знаете, что у автомобиля есть такая деталька, радиатор называется. А зачем нужен радиатор автомобиля? Чтобы они прибыли. Охлаждение улицы. Через трубки радиатора циркулирует вода или другой раствор, который охлаждает работающий двигатель. Кто догадался, зачем слону уши такой площади? А когда-то что-то? У них маленький объем, поэтому там он больше выходит от тепла. И это получается... Объем клеток маленький относит поверхности. Если у рукопоохорный, как лопух. Ганская. Да, очень большая. В результате, это радиаторы, которые устроены на улицу. Зачем? Для сбрасывания излишков тепла. Вот если телу грозит перегрев, слон начинает махать ушами. Зачем? Ну, чтобы там уши охлаждались. Как? И охлаждалась кровь, протекающая сквозь. Хорошо. Разобрались. Итак. Самые крупные волки обзываются животные на северо-востоке. Самые суровые условия. В этих условиях выживают животные с более крупным телом. Им проще сохранить внутреннее тепло, чем более мелким собрать. Значит. Так вот. У Танинурского подвиду волков внешний адрес черепа окажется примерно таким, как я нарисовал. Ну, в чем дело? А вот в чем дело? Вот мозговая коробка. Она небольшая. Зато вот это что? Там динусство. Да. Сагитальная, а поперечный затылочный гребень. Огромные площадки уходят на места для крепления мускулокружения. Но возьмется они, конечно, здесь поближе. Его смещают. Ну, вот так более-менее приблизили пропорцию, да, более-менее приблизили пропорцию, пропорция на реальном узле.